Сегодня в эфире социальный проект «Мимини» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявляют о запуске компании «Решетка деменцини-старость», чтобы как можно больше людей узнало о первых симптомах деменции и о том, что своевременное лечение на ранних этапах помогает замедлить развитие заболевания. Компанию уже поддержали актриса и телеведущая Яна Поплавская, заслуженный мастер спорта по теннису Динара Софина, телеведущая Екатерина Одинцова. По данным ВОЗ, во всем мире с деменцией насчитывается более 55 миллионов пожилых людей. При этом только в четверти стран есть национальная политика по поддержке пациентов с деменцией и их семей, а специальную помощь получают лишь 3%. Из-за того, что симптомы деменции нередко списывают на старость, болезнь в большинстве случаев диагностируется на поздней стадии, когда возможность помочь сведена к минимуму. Чтобы напомнить о том, что лечение деменции на ранних этапах помогает отсрочить наступление ее тяжелых форм, мимини, совместно с «Лизой Алерт» запустили инстаграм флэшмоб. Символом акции станет фонарик, он поможет подсветить проблему и показать пути к ее решению. Для участия во флэшмобе достаточно сфотографироваться с фонариком в руке и выложить в инстаграм фото с хэштевом решетка деменция не старость. 11 продуктов, которые спасут от деменции, в нашей галерее, в России более 2 миллионов людей с деменцией. При этом острота проблемы осознана не в полной мере. Ситуацию усугубляют отсутствие информированности населения о заболевании и сам ярлык диагноза «деменция». Наш фонд помогает людям с деменцией и их семьям не первый год, и мы очень рады, что наши давние партнеры запускают такую важную кампанию, говорит президент фонда «Альцрус» Александра Щеткина. Ежегодно в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступает более 10 тысяч заявок на поиск пожилых людей. В большинстве случаев причиной таких пропаж становится потеря памяти и дезориентация, человек забывает, как вернуться домой или не узнает свой дом. Это признаки деменции, начало которой родственники часто списывают на пожилой возраст и не придают достаточного значения изменениям в поведении родных. Важно быть внимательными к близким, знать первые симптомы деменции и не списывать их на старость. Это позволит своевременно обратиться за медицинской помощью, отсрочить наступление серьезных симптомов заболевания и, возможно, предотвратить пропажу близкого, говорит Анна Шепилова, руководитель направления психологии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Многие пожилые люди с деменцией не получают своевременное лечение просто потому, что их близкие считают изменения нормальными для преклонного возраста. «Между тем, ранняя диагностика и своевременное обращение к специалисту помогают замедлить темпы заболевания с помощью терапии. Это позволяет пожилому человеку дольше жить полноценной жизнью и снимает серьезную нагрузку с его родных и близких», говорит Светлана Вежелис, руководитель проекта «Мимини». Читайте также, у любителей чая и кофе снижен риск инсульта и деменция. Здоровья вам! Ставьте лайк!